В перчатках у нас, кажется, получается все довольно неплохо. Игорь Кенфеев, Матвей Сафонов, Видалий Гудиев, Денис Адамов. Да, многие ребята уже играют в наших перчатках. Даже уже вратарь сборной Казахстана. В них сыграть Зак тебе успел. Но, конечно же, мы смотрим гораздо шире. И мы хотим разрабатывать все новые и новые продукты. Конечно, когда-то, наверное, в дальнейшем речь зайдет о бутсах. И, собственно, мы обязательно тоже вам об этом расскажем. Но, в первую очередь, мы решили попробовать сделать что-то, что использует любой футболист. И абсолютно всегда. Мы начали с мяча. Что вообще такое разработка мяча? Вы для начала находите, естественно, фабрику. Мы запросили несколько образцов у разных компаний. Они нам прислали свои тестовые мячи еще не в нашем дизайне. Мы все это попробовали, но особо вам этого не показывали. И у многих это был просто какой-то невероятно радиоуправляемый шальной мяч. Кто-то просто присылал что-то невнятное. Но здесь мы, наконец-то, кажется, добились того, чего хотели. Остается только взять свой чемодан, положить туда мячи, прийти на футбольное поле, позвать каких-нибудь ребят с сильным ударом, например, Слава Черненко и Канана, и хорошенечко протестировать каждый из этих мячиков. На секундочку сменим фон. Но напомним вам, что благодаря фон мы уже больше трех лет делаем все, абсолютно все ролики на этом канале. Если хотите сказать вам спасибо, не забудьте после ролика перейти по ссылке в закрепленном комментарии или в описании в телеграм-канал Спиряков, подписаться и, естественно, найти там в закрепленном сообщении до 15 тысяч без каких-либо условий. Промокод GNK все дает вам, поддерживаете таким образом наш канал в развитии, и в том числе вы поддерживаете таким образом в развитии бренда Spire, потому что благодаря нашим друзьям нам становится работать гораздо-гораздо легче. Ссылочка внизу, ну а мы продолжаем. Просто тактильно, на первое ощущение. Как вы думаете, какой из этих мячей самый дорогой? Я думаю, вот этот. Почему? Не знаю. Мне тоже показалось, как будто здесь какие-то эти структуры такая интересные. Совсем, да, другая. У этого обычная, как будто. Мне кажется, вот этот. Я бы тоже сказал, что это дорогой. Потом вот этот, потом вот этот. То есть этот самый дешевый мяч? Ну, по структуре, да. Мне нравится, как они все проклеены, очень страшно. Кого-то прям в термосклейку выглядит надежно. Ну, это мы проверим. У тебя три мяча, все три разные, да? Да, все три в разную цену. Ну, пока я вижу различия реально в пупырышках только. Здесь они какие-то наружу, здесь они какие-то внутрь, а здесь они условно тебя квадратиком. Ну, по идее, это вообще не должно ни на что влиять. Но вот здесь как будто сцепление поинтереснее. Здесь он более такой скользкий. Но вот этот как будто потяжелее. Желтый вообще как будто бы одинаковый с белым. Я хозяйку дороже, но я поставлю на вот этот, потому что он дороже. Так, а самый дешевый? Ну, желтый самый дешевый. Это получается средний сайт? Это средний, да. Я не буду долго вдаваться в подробности. Я хочу, чтобы вы сами до конца ролика попытались угадать, какой же из этих трех мячей самый дорогой, а какой самый дешевый. Вкратце расскажу про схожие вещи. 20 панелей, технология Thermo Banded, материал Thermotec. Но три Thermotecа разных. Это японский Thermotec, этот более шершавый, более текстурированный. Это более гладкий, но тоже японский Thermotec. Этот тоже гладкий, но корейский Thermotec. Прямо сейчас поставь ролик на паузу и напиши прямо вот по порядку. Первый, второй, третий место, самый дорогой, средний и самый дешевый мяч. И посмотрим в конце ролика, смог ли ты угадать. Ну и да, стоит отметить, вес всех трех мячей одинаковый 420 грамм. Дизайн стал предметом самой большой дискуссии, когда я выложил пост в своем телеграм-канале, который, кстати, очень многие поддержали, за что большое спасибо. Несмотря на то, что довольно много людей писали, что дизайн спорный, многие не понимали, нравится он им или нет, на самом деле количество лайков сильно-сильно превышало количество любых негативных реакций. И вы, естественно, пишите в комментариях, нравятся ли вам эти мячи. Ну а откуда появился такой дизайн, лучше всех расскажет Дима, который это все и разработал. Ну, дизайн исходил из того, что он... Тут очень много деталей. Тут очень много деталей, его хочется очень сильно рассматривать. Я такое не видел ни на одном мяче. Плюс это сочетание цветов у нас будет на перчатках. И чтобы был пэк перчатки плюс мяч, я тоже нигде не видел. Поэтому мне показалось, что это будет очень прикольно. Ну, они не отличаются ни с чем. Деленый оказался чуть похуже, чем два остальных. Как будто зацепка у него чуть хуже. Так вот эта структура реально чуть-чуть более скользкая, чем вот у этих. Вот у этих глухой звук, вот у этого прям вот такой звонкий звук. Когда чеканешь, так пум, пум, пум. Да, звук реально немножко отличается. 10 тысяч лайков под этим видео, и мы соберем сильнейших бьющих и сравним наши мячи с лучшими мячами в истории. Джабулани, Ротейра, Европаст, Тимгейст. Все это пойдет в сравнение с мячами Спайр. Ну и мы посмотрим, какие окажутся лучше. Так, вы поделали короткие передачи всеми тремя мячами. Что скажете? В целом, как обычные мячи. Ну, я бы не сказал, что чем-то они звучат. Ну, если сравнивать вот между этими тремя, была ли какая-то разница, когда вы передачи делали? У тебя разницы вообще не пришли. Прямо одинаково, да? И по плотности, и по тяжести. В плане передачи вообще все одинаково было. Ну-ка, я сам первый раз это делаю. Поднятие, кстати, тяжеловато было сначала. Ну, в целом, мяч как мяч. Мне коннекст напоминает. Если сравнивать с Адидасом, он по тяжести как будто коннекст. То есть, Альрихла легче как будто бы. Вот, Телстар мягче как будто бы. Как будто я чуть пожестче по этому бью. Мне напоминает Лига Чемпионов вообще мяч. Лига Чемпионов? Адидаса с Хирикой. Лига Чемпионов вчера было бы. Передача делалась нормально, ничего особо привыкать не нужно было, знаешь. Есть инерция, отдача такая чувствуется. Ну, как реально профессиональный мяч. Ну, похож на последний мяч от Адидаса. Красава, Телстар. Давай теперь попробуем бирюзовый мяч. Интересно будет ли разница. Ох, блядь. Сразу чуть появится. Ты почувствовал? Почувствуй. Смотри, реально как будто с зацепом, да, есть проблема? Не знаю. Ну, вот мне показалось, что он чуть-чуть траекторию поменял в конце. После предыдущего мне, конечно, это меньше понравилось. Как будто более скользкий. Реально чуть тяжелее добить. Как-то мини его чувствуешь. Приходится чуть больше силы прилагать. Начинаешь гадать. Тут прям после первой передачи сразу понял, что за мяч. Как нужно под него ударить. Ну, это такие, знаешь, мелкие тонкости. Я не сказал, что кардинально различаются мячи, но он понравился меньше, чем предыдущие 100%. Да, ну и здесь, когда делаешь передачу, со стороны видно, что он вроде прикладывается, вначале взлетает, а потом чуть-чуть резко падает. Как камень, типа. У меня тоже показалось, что он поменял траекторию и в первом полете, когда он мне в руки вниз опустился. И там в еще одном, мне действительно пришлось под него чуть быстрее подстроиться. По плотности я не скажу, что есть разница. Честно говоря, я вот как вот там тебе первую передачу давал, так и тут дальше мне пошло. Но именно по стабильности, да, и зацеп, да, он действительно более скользкий. Давайте попробуем желтый. По зацепу получше как будто, чем синий, зеленый, не знаю, даже как бирюзовый. У него там есть свое название. Цемент, что-то там. Ну. Хорошо. Мне тут все понятно. Пока что. Канан, хуй, как будто отдает. Канан, передачка говно просто. Это реально. Надо сравнивать. Передача. Отсюда неудобно такую, да. Ну что скажете по желтому? Слушай, по мне, я самый легкий, мне кажется, из всех трех. Слава. Ну, парался чуть меньше, чем первый, чуть больше, чем золотой. Вот этот пока вообще не в фаворе ни у кого. У меня то же самое. Не в фаворит. Мне показалось, что он более стабильный, чем зеленый. По, кстати, легкости мне так не показалось, как будто бы то же самое. Но пока, естественно, да. Самый стабильный. Этот самый стабильный. Вот этот тоже достаточно стабильный, беспроблемный. Ну и по сцеплению тоже никаких проблем я заметил. Этот более гладкий, скользкий. Сейчас изменилось мнение по тому, какой мяч самый дорогой. Ну да, я уже сказал. Ну, пока это окажется, как будто... Пока вот этот, второе место, третье место. По ощущениям, кажется, что этот самый топовый. Ну, это похоже на белый, просто, ну, как будто чуть-чуть похоже, не знаю, может, просто кажется. Ну и вот этот из-за того, что скользкий. Пока самый дешевый. Ну и покрытие, пока что. Как будто такое ощущение. Я думаю, пора проверить ударами. Наконец-то. Вот, все равно гол. Вот они, перчаточки, да? Варюшки точнее, такие. По-моему, он пока очень стабильный, нет? Не, он летит обычно. Ну, пока ничего нет такого, чтобы я сказал, типа, как-то вот он... Ну, нормально. Ну-ка, и добей. Все, спокойно. Попробуем его на пученый. Вместо я сейчас нормально еще ударю. Ну, как, в принципе, нормально получится. Как обычно, да, как обычно, мяч. Во! А ты что, эрик-то, Васян? Свол, даже колено заболело. Не, ну, плотник, реально, с плотностью ничего есть. Такая дача хорошая. Как будто он после удара ускоряется и неплохо летит. Я что-то настолько расслабил, что я его уже поймал, что решил не ловить. Он такой, знаешь, какой-то чуть тяжеловатый. Короче, он как будто в конце чуть-чуть ускоряется. То есть он как будто летел мне прямо в руки, понятно, а в конце такой, типа, чуть-чуть сильнее дал. Вот, хорошо. О, сука. Еб... Тише-тише-тише, маленький. Он реально тяжелый. То есть если сравнить с просто такими привычными для меня мячами, там, адидасовскими, больше сил нужно прикладывать. Потому что если чуть с обе ударишь, он просто не летит. Он реально такой... Мне почему-то сравнение с Демиксом, кажется. Вот у него такая... Ну, кажется, что Демикс легче как раз. Демикс еще другой, да. Он и мягче. Это такой, он прям... На Nike похож, может быть, с точки зрения тяжести. Не, не сказал бы. А на Connect? Не-не-не, ну, какой-то своеобразный такой, знаешь, ему нужно прямо вот сильно ударить. Если сильно хорошо ты в него попадаешь, он прям отлетает, еще ускоряется. И реально как камень летит. Да, в конце он, в сравнении с Nike, мне так кажется, силу нужно прикладывать. Nike еще тяжелее, скорее всего. Да, это помягче будет, его приятно видеть. Вау, звук другой. Слышал? Как по Плинтусу ударил. И летит, да, по-другому. Ты видел, он резко ушел. Вроде в тебя мяч летел, и резко ушел вправо, туда. Не знаю, почему я сказал слово Плинтус, я имею в виду пенопласт. Он легче. Да. Ну, то есть я просто даже вижу, что мне сложнее. Он быстрее, он быстрее полетел. Гол, хороший гол, хороший гол. Здорово. Смотри, Канан сразу разобивался этим мячом, это его мяч. Я почувствовал, вау, сразу. Ай, не пошло еще. Да, сильно мягче, сильно легче, реально, вот прям. А ловить не скользко? Нет. Нет? У меня перчатки Spire, это магниты, брат. Вау! Что-то ракета туда, блядь. Это мяч Канана, реально. Реально, это его мяч. Ну, мне больше нравится МБИ. Понимаю. Можно этот мяч назвать Канан, просто. Хорошо. Ну, это точно шальнее. Сильно, да, прям более шальной. Тут как будто даже больше и не надо, уже понятно. Мне теперь интересно, что будет с желтым. Но пока, вот если там делать именно по стабильности, это, наверное, самый такой непонятный мяч. И передачи нестабильно шли. Плюс он более, ну, вот сейчас уже нет, кстати, такого. Хотя, кстати, по ударам, мне кажется, это тяжелее. Вот эти, мне кажется, как обычные летители. Да, он мягче, он мягче. Как вы думаете, какой из них самый дорогой? Вот этот, мне кажется. Почему? Просто. Да, мне кажется, это тоже этот. А самый дешевый? Вот этот зеленый. Мне кажется, желтый. Ага. Это должен быть мой мяч. Если белый твой был сто процентов, зеленый канана. Ну да, вот он, твой. Это мой, да? Нет, ну здесь, извини. Вот, пацаны, сразу попадать начали. Тише, тише. Мне кажется, вот этот по легкости, такой же, как зеленый. Ты что, дурак? Это очень больно. Что думаешь, Слава? Это вот этот самый кайфовый мяч. Ну понятно, ты два из двух забил, и оба говно. Ну оба говно, но просто по ощущениям своими чувствую, то, что как-то приятнее всего ложиться. Хотя, зеленый похож был на этот. Но после белого, как бы, вот этот прям, я бы вот этот взял для ударов сто процентов. Мне понравилось. Зеленый, да? Нет, желтый. Давай, в первую очередь, расставим по цене, как вы думаете? Какой из них самый дорогой, ну, средний ценовой и самый дешевый? Три мяча. Самый дорогой салатовый, зеленый. Так. Потом желтый, потом белый. Самый дешевый мяч белый. Да. Канан, по ударам мне больше этот нравится. Давай так же, как расставим, да этот, да этот, и вот этот. Желтый и самый дешевый, белый средний ценовой, зеленый самый дорогой. Пацаны? Я не помню, что я вначале сказал, но... Мне кажется, белый самый дорогой, потом желтый и зеленый самый дешевый. Так ты и сказал в самом начале, да? Ну, вот, значит. Белый самый дорогой, это прям матчбол. Это средняя цена, а этот самый дешевый. Я угадал? Да. Это самый дешевый мяч. И в целом, по ударам мне он понравился, наверное, больше. Хотя пацанам белый понравился больше. Я бы доверял, конечно, профессионалам, честно говоря. Да. Я был очень... Даже несмотря на цену. Просто если отритинговать с точки зрения эмоций, впечатлений, что больше понравилось. Я бы сказал, зеленый и желтый, они на одном уровне. Примерно два одинаковых мяча. И по ударам, мне показалось, по передачам, выделяется вот этот мяч среди троих. Он какой-то тяжелый. Но по цвету он лучше всего выглядит. С точки зрения дизайна, там, понятно, да, мне тоже больше чем-то нравится. А так, именно, по своим характеристикам, по ударам, мне больше понравился зеленый и желтый. Самый кейповый. Это как-то все-таки тяжеловато. Что-то не так. По сравнению, да, как с дедасовскими мячами, да, вот это тяжелое. Как мы привыкли, обычно бьем, но это самое тяжелое. Мне больше всего это Демикс напоминает. Я Демиксом бил, он тот же самый. Пишите в комментариях, какой мяч понравился именно вам. Не забывайте ставить лайк под это видео, это очень-очень важно. Я думаю, что вам стоит ждать релиза и не только того, что вы видите сейчас, а возможно, что-то будет очень сильно видоизменено. Но мячи обязательно будут. Подписывайтесь. 60% без подписки, это очень плохо. Ну и перчатки, как и мячи. Кстати, у нас есть мячи, пока что не Спайр, но многие другие на gnkstar.ru и сайте спайр.тим. Всем пока.